всем доброе утечка сейчас 7 утра сегодня 9 июня 2018 год ровно неделю назад мы отдыхали в карпатах и сейчас мы снова едем в карпаты мы выехали с нашего дворика проезжаем сейчас дворами микрорайона гравитон нашего любимого там у нас поле не поля стадион от школы в этой школе учились мои детки они уже выросли и закончили школу вот школа там чуть-чуть видно ее 28 тут у нас живет юлька на первом этаже она сегодня тоже должна была ехать карпаты сколько во дворах машин пятком запито вон какие у нас дороги между домами все впрочем как всегда как везде кому-то утречком не спится хочу чуть-чуть вам показать так вон видно сюда турбину так там у нас экватор люди на остановочке стоят мишка куда мишка едет но они не пьяные не счастливые миша виталькин у нас не знал если открою окошко будет грохот вот тот завод гравитон второй цех там сейчас покажу первый цех автовокзал там наши маршрутчики которые поставали заброшенная астарта никому не нужная потом она метро была тут у нас позже как это называется не 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 а это астарта да а то было бласова вот это начало улицы русской в принципе молдавская хотела сказать крепость церковь еще утро да Санландия Калавина не проснулась новостроечки у нас растут как грибы с каждым годом туманчик я надеюсь что это на жару на солнышко смотрели по прогнозам то грозы дожди но я повторяю снова что нас не пугает никогда условные погозные условия нас не пугают нам все равно если честно потому что выход всегда есть мы сейчас подъезжаем к улице пастовской а дальше я снимать не буду потому что кусочек уже есть в видео я пошла поедем через коленду давай через коленду пробок нету пробок нету это остановочка улицы пастовской там областная больница пастовская будем проезжать будет видно сейчас мы едем не в сторону вишницы а Игорь так ой пастовская вся в тумане больница вся в тумане пусть все будут здоровенькие пусть выздоравливают нечего болеть сейчас лето отдыхать нужно мы сейчас едем на верховину в сторону верховины верховинский район там колись жив мальфар видатный как его назвали Игорь? как его назвали? Танюша как назвали того мальфара что убили? его по телевизору завжди показывали в общем он закончил жизнь трагично трагически закончил жизнь свою один мужчина его убил из клиентов так сказать потому что то что он предсказал ему или пообещал оно не сбылось а вообще в Карпатах много у нас мальфаров Чаклунив мы сейчас поворачиваем налево в сторону Калиновского рынка а если ехать направо там музей под открытым небом где проходят фестивали многие и тот район подожди этот район как называется этот район Игорь как называется Кемпинг? как этот район называется? Кемпинг там люди люди на остановочках едут куда-то в правую сторону туда если летит там дача людей ну и дома живут тоже я смотрела на днях видео свои предыдущие на компьютере на широком экране так сказать мне конечно не понравилось почему не понравилось? потому что очень много увидела недостатков недостатки во всем как в качестве как в звуке как в том что я говорила как я говорила ну понятное дело я еще начинающая и где-то стесняюсь где-то не хватает слов потому что привыкла на украинском разговаривать а тут на русском нужно и не всегда нахожу вовремя нужные слова чтобы объяснить так чтобы было доступно понятно по простому буду стараться избегать своих ошибок конечно в машине грохот сейчас у нас окна просто закрытые возможно лучше слышно когда окна открыты то конечно плюс далипает этим телефоном дергается постоянно все я уже даже думаю о том чтобы что-то купить посерьезней чтобы снимать и квадрокоптер да и квадрокоптер тоже в том числе это было бы очень неплохо потому что за 15 лет наших таких интенсивных путешествий пусть это будет даже на короткие дистанции в пределах 200 километров ну когда-то на море мы ездили конечно подальше в Крыму очень много мы видели объездили Крым и сполосали вдоль и поперек можно было бы много чего показать ну никого сейчас ничем не удивишь потому что в интернете очень много всего и есть блогеры которые это все красиво оформляют грамотно культурно приятно смотреть конечно ну я учусь так что извините пожалуйста я скорее всего эти видео делаю наверное для своих близких для одноклассников для знакомых для бывших соседей тот кто живет в Черновцах ему не надо конечно он каждый день тут катается видит это все а многие сейчас по заработкам по Италиям Португалиям Испания кто на ПМЖ уехал Америка Канада кто-то приезжает периодически кто-то каждый год а есть которые уже годами по 20 по 15 по 5 как минимум лет так мы подъезжаем к Калиновскому рынку сейчас заезжаем на мост переезжаем мост обычно здесь толпотворение так прудик речка пруд разлилась поднялся пруд потому что в горах дожди а прудик бывает иногда очень такое так там у нас машины базар машины там продают запчасти к машинам и все такое здесь мы высаживаемся с маршрутки когда приезжаем с Равидона вон 33 наша маршруточка базар Калиновский большой это я говорю для тех кто не в курсе здесь здесь очень много разного вида разного товара от а до я от строек одежек посуды растения ну все 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 что хотите конечно Калиновский рынок здесь очень много рабочих мест правда люди здесь все предприниматели либо работают на предпринимателей а иначе я не знаю где такой большой город в принципе много из сел работают в городе предприятий организации как таковых нету городочек маленький в принципе небольшой так что вот так наша полиция это мы проезжаем по дороге мимо Калиновского рынка у нас недавно был пожар здесь коврами торгуют и горели контейнера у людей сейчас их наверное уже да вроде бы отреставрировали восстановили а то была беда да да уже вроде люди дорогуют да да отреставрировали еще город полностью не проснулся сегодня в субботу в ту сторону куда мы едем там микрорайон Садгора но мы повернем налево и будем ехать по улице Хатинской в прошлый раз мы ехали когда в Карпаты мы проезжали через по улице Русской Сагайдачного Гагарина и выезжали с той стороны в районе Ленковцев где пруд а сейчас мы выезжаем чуть-чуть с другой стороны поезд да но мы его не видим а нет видим чуть-чуть солнышко правда светит обратила я внимание что не нужно резко дергать телепать телефоном если хочу что-то показать нужно медленно резко не поворачивать то что плывет все буду брать во внимание птички птички сидят настроение хорошее правда смотрели прогнозы туда куда мы едем там то вечером гроза должна была быть то она уже днем а прогнозам мы не верим потому что у природы свои прогнозы хочет природа мутит так хочет природа мутит так а нам все равно мы себе едем это улица Хатинская уже ресторан ресторан Версаль здесь где то жила моя коллега Лариса но она уже приехала в особнячок построили хорошо жить в особнячке если есть во что сейчас я в квартирах так это Баяниевка называется центр центр тут тоже много разных магазинов разного всего были бы деньги как за все так приятно трасса пустая еще рано детки закончили школу студенты ходят на экзамены зачеты ну еще и рано в принципе здесь у нас торговый центр это центр он очень большой и там тоже можно все все найти разные товары и холодильники и бензопилы и для сада для огорода всякие саджинсы и запчасти и мебель и ванны и джакузи ну в общем все 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 и постельное белье посуда широкий спектр товаров очень много разных очень много везде купить можно практически все была бы денюжка в этом доме живет наша тетя Таня но она уже третий год живет на даче и со своими животными так мы сейчас подъезжаем к выезду из города начинаются ленковцы в прошлый раз мы ехали с той стороны по кругу а сейчас мы выйдем с этой стороны кто смотрел видео тот в курсе о чем я говорю и теперь наверное снимать не буду ничего уже в Карпатах с вами пообщаемся кто-то подумает такое неинтересное видео зачем она это все показывает зачем она рассказывает ребятки в первую очередь я это делаю для тех кто черновчане за границей давным-давно и вот пусть сегодняшними глазами посмотрят на сегодняшние черновцы так все это конечное и чао-ка-као так все и и и и и и и